Проблему обманутых дольщиков Тамбова могут решить уже в следующем году. Пути выхода из сложной ситуации с дыревым строительством искали на совещании, которое провел временно исполняющий обязанности главы региона Александр Никитин. После встречи с пострадавшими от недобросовестных застройщиков, в нем принял участие и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Как помогут обманутым дольщикам, узнала Евгения Устюжанина. Мы хотим участвовать в тех совещаниях, которые проводятся по решению данных вопросов, чтобы с нами разговаривали, нас слышали. Диалог с обманутыми дольщиками Тамбова в областной администрации – это продолжение разговора. До этого с пострадавшими встречались непосредственно на строительных площадках. Проблемных же домов в Тамбове шесть. Это многоэтажки двух компаний «ЮКОН» и «Тамбовстройкомплект». Посетили такую стройку и в Мичуринске. Всего же помощи ждут около 500 обманутых дольщиков области. Но только на региональном уровне эту проблему не решить. Требуется федеральная правовая база. Мы со своей стороны готовы вынести все поправки на законодательном уровне региональном. Но многие вопросы обманутых дольщиков, конечно, не имеют быстрого разрешения, лишь потому что серьезные пробелы законодательные существуют в федеральном поле. И именно поэтому, конечно, я думаю, с учетом этих обстоятельств, будем рассчитывать, что проблема эта будет закрыта. Не только в Тамбовской области. На совещании, который возглавил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Никитин, обсудили важные для дольщиков вопросы. Например, снижение затрат на строительство и пределы суммы вынужденной доплаты. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, региональные власти проделали значительную работу. Например, выделяли бюджетные средства на такие долгострои. Парламентарий также рассказал на совещании и о мерах, которые помогут обезопасить всех дольщиков. Ведь только в нашем регионе за счет такого строительства возводится 80 многоэтажных домов. Законодательные инициативы депутата уже поддержал председатель правительства Дмитрий Медведев. Введение единого сонатора для всей строительной отрасли. Мы предлагаем возложить эту функцию на создаваемое сегодня агентство жилищного развития. Установить обязательное страхование всех договоров для его участия, безотносительно, когда они были заключены, в том числе с задним числом. И наделить создаваемую структуру, которая возьмет в себя функции сонатора, еще и функциями надзора, чтобы они могли видеть финансовое и экономическое состояние застройщиков. Депутат Госдумы предложил внести поправки и в закон о дольщиках, который приняла Тамбовская областная дума в прошлом году. Александр Никитин поддержал инициативу, особенно в части, которая касается помощи определенной категории граждан. Временно исполняющий обязанности главы администрации области пообещал, что региональные власти не оставят в беде социально незащищенных горожан. Ведь среди дольщиков есть, например, многодетные семьи и супруга ветерана Великой Отечественной войны. В контексте поддержки отдельных категорий, потому что среди дольщиков действительно есть определенная пестрота, и появляются со временем люди, которые сегодня относятся к категории малоимущих. Есть среди них и многодетные тоже, которые оказались в достаточно трудной ситуации, взяв на себя дополнительные обязательства кредитные и в связи с изменением их стоимости, потому что вопрос доплаты везде стоит за квадратный метр. Конечно, надо будет в индивидуальном порядке рассматривать вопросы этих категорий граждан. Александр Хинштейн после рабочего совещания в нашем регионе отправился к обманутым дольщикам Воронежа, но обещает контролировать ситуацию на строительном рынке Тамбова. В свою очередь Александр Никитин пообещал, региональная власть также будет держать эту ситуацию на особом контроле. Так, уже на следующей неделе временно исполняющий обязанности первого заместителя главы региона Александр Сазонов вновь проведет совещание вместе со всеми участниками этого процесса. Евгения Устюжанина, Лев Сухоруков, Александр Щеднов, Область новостей.